Всем привет! Это мой блог, мой 2020 год. Жизнь продолжается, я снова в него уже возвращаюсь. Пропал на месяц. В предыдущем выпуске я показал даже не то, что выпуск, а часовой фильм-расследование о том, как умерла моя бабушка по причине преступной халатности врачей. И сейчас мы уже практически на финишной прямой, чтобы передать все документы в Следственный комитет. Уже идут последние консультации, судебно-медицинские экспертизы и так далее. Вот, поэтому в этом выпуске я не буду о грустном, а расскажу о событиях, которые происходили. Об одном главном событии, этот выпуск будет посвящен именно ему, это 22 октября 2020 года. Дело в том, что в этом году нам с Катей исполнилось ровно 15 лет, как мы поженились. Это называется хрустальная свадьба. Вот, и естественно, в связи с событиями в нашей семье, что умерла бабушка, еще не прошло даже 40 дней, мы решили это никак не отмечать. Плюс у мамы коронавирус, кстати, вот сегодня, снимаю я это все, действительно сегодня уже сильно, после 29 октября идет вот эта съемка. У мамы, наконец-таки, уже пришел анализ отрицательный на ковид, но сегодня взяли еще один, чтобы это подтвердить. И давайте вернемся в этот день, 22 октября, потому что в этот день я все-таки поснимал, как мы дома таким узким семейным кругом совсем немножко отметили. Это был обычный рабочий день, мы получали массу поздравлений в социальных сетях от наших друзей и знакомых. И началось все с того, что Даниленку нужно дарить традиционный подарок, потому что когда в семье праздник, ребенок должен получить подарочек. И мы нашли у себя в загажнике плута, она увлекалась Микки Маусом, может, последние годы, сейчас она больше увлекается милыми поняшками. И мы нашли плута, которого заказали до пандемии, когда он был очень актуален, но из-за пандемии он к нам не доехал, а вот он приехал буквально две недели назад. И мы решили его сегодня, точнее сказать, 22 октября, приурочить к нашей годовщине и вручить ребенку этот подарок. Я придумал стишок, потому что всех предыдущих персонажей Дональда, Дейзи мы когда дарили, мы загадывали загадку в конце, в которой был ответ. И тут мне пришлось самому придумать стишок про плута, чтобы вручить ребенку этот подарок. Давайте посмотрим, как это было. Ну, Даниэлька, поближе сюда иди, чтобы тебя хорошо было видно. Сейчас я стишок сочинил, сейчас попробую его вспомнить. Тебе надо будет угадать, кто к тебе приехал. Стихотворение, написанное мной сегодня ночью. Стихотворение, поэма. Поэма, целых четыре строчки. Мой хозяин Ники, это очень круто. Буду жить у Люшки, я зовуся... Плута. Привет, Плута. Ну что, опять больше. Что? Это Плута? Папа, не любимая игрушка, приехала. Мама, поцелуй. Ты довольна? Дружка хотела такого. Хотела собаку. Счастье есть придет. Мы же довольны. Разумеется, дочка хотела нам сделать праздник, и она с Ольгой Яковлевной сходила тут в наш любимый магазинчик, где купила шарик праздничный и кучу всякой всячины, чтобы хоть как-то поддержать атмосферу нашего праздника. О, праздник у нас! С праздником у нас, да? С праздником у нас! Крустальный. Вот оно в чем дело. Крустальный ты шар, с крустальной свадьбой. Дай целую носик мой. Ты такая любимая. Я не могу нарезаться. Ты такая любимая. Детки мои любимые. Дружины для меня всегда маленькие, коротенькие и самые-самые любимые на всем белом свете. И я рада за вас, что 15 лет, в принципе, самый трудный период, вы преодолели. Дальше Бог даст легче ставит. И вы так хорошо прошли это время, за руку, крепко держась. Ляльку вам мне какую подарили. Да, лялька хорошая, прихорожая. Да, это правда. Достигли многого вместе сообща. И гнездо свили. Такое хорошее, качественное. Да, сердце. И на высоком дереве. На это точно желаю вам, чтобы дальше все шло хорошо, мирно, дружно, благополучно, в изобилии. На радость нам. Ура! Да, тост. В такой день надо чокаться по два раза. Хорошо. Знаешь, как у чин-чиня, два чиня. Стой. Дочка сочиняла, импровизировала прямо на ходу песенки. И веселиво нас пыталась как-то развеселить и поднять настроение. Сердечко, малыш. Сердечко, сердечко, сердечко. Сердечко, 15 лет. Сердечко, сердечко. Папа, 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 малышка. Сердечко, сердечко, 15 лет. Браво! Сердечка, сердечко, 15, 15 лет. 15, 15, 15 лет. Браво! я им говорил не давайте пробочку нюхать молодец браво спасибо я думал что я тут сижу один записываю но неожиданно пришла катя сейчас следующую подводку будет она диктовать и неожиданно пришла и неожиданно пришла в его блог и сказала что я тоже хочу быть в этом видео вот честно не знаю чем тут до этого наболтал просто дальше я люблю там дальше тост идет от даниэль объяви данилюша поздравляет маму и папу с 15-летием свадьбы я хочу вас поздравить у вас 15 лет я всем рассказываю они вас поздравляют передаю от всех и от себя тоже в том числе алюша 1 поэтому я вас очень люблю желаю вам много хорошего чтобы не все было хорошо и много денег и мечты сразу исполнялись спасибо тебе солнце моё тинь-тинь 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 вам предложение на кого деньги тратить есть кто-то на примете нету Деньги надо, чтобы дом купить, и в этот коронавирус гулять хорошо. Ты моя хорошая. Вот это вот мечта, вот это я понимаю мечту. Ты моя замечательная. Вот, Джим отдыхает. Вот, тост. Поднимите бокалы. Мамин праздничный тост. 15 лет. Я его воспитываю, воспитываю. Так, это можно не снимать. А он такой молодец, так хорошо. Меня терпят и убит, и балует. И подарки покупает. Раньше мне все доставалось, теперь больше Данилюшки. Это да. Сейчас она чуть-чуть еще подрастет, и снова ветер переменится. Да, Данилюш? Это будет когда не очень хорошо. В общем, я желаю, чтобы у нас была дружная семья, все у нас было хорошо, без приключений вот такого характера, спокойно, радостно. И чтобы у нас было всегда дома достаток, чтобы мы могли себе позволить все, что мы хотим, о чем мы мечтаем. И чтобы мы почаще были вместе на релаксе, на отдыхе. Ага, хорошо. Вот бы у меня был оликорн свой. Оликорн свой? Ромяк, я тебя люблю. Спасибо, тебя тоже. Ура! А теперь на заключение на то, что Данилюша будет делать. Да, и Даниле выступает моим курьером, он несет подарок. Это от мамы, от Данилюши и от бабули, тебе. Спасибо. Ну, открывай. Это мама вдогонку к девчонкиным подаркам тебе дарит подарок. Сережки. Ой, мои любимые. Какие сережки. Это запонки. Это запонки, что ты ходил, сверкал и вызывал толпу восхищения у всех, кто видит тебя в таких красивых запонках. Спасибо большое. Пусть они тебе принесут удачу и много мероприятий, куда ты сможешь их выгулять. Спасибо. Данилюшка, у тебя нет специалиста, которому вот эту коробочку можно подарить? Конечно нет. Коробочек плюсим добавлять. Может, их триста соберем? Ну, может быть, да. Давай нам пригодить. Там есть открытие? Это маме. Куакли. Ого. Спасибо. Давай рассказывай, что там. Это для мамы и для папы подарок. Так, давай показывай. Открыто. Ух ты. Вот это открыто. Пряночный человек, звезда и сердце. Какой тут смысл? Листик и рыточка. Так, красота. Вот это да положи, чтобы не отклеились. Вот это да. А это подарочек для папы. Ого. Спасибо. Ну, ты комментируешь. Кому подарочек? От Люши. От Люши и бабули. Это Люша. А это медаль тебе памятная монета. Ого. Вы 15 лет долго помнили. Ничего себе, это перстень? Да. С каким камнем ты мил? С пленой. С каким? Вадьба какая? Хрустальная. Значит, камень. Ой, хрусталь. Хрустальный? Ну, вообще. Спасибо. Спасибо вам большое. Данилюшка узнала, что в мифологии есть такие купидончики. Есть бог купидон, есть амуры. У амура есть стрелы. И вот этими стрелами он поражает сердца влюбленных. И она вообразила себя вот этим амурчиком-купидончиком. И начала показывать, как она поражает наши сердца. Красоту праздничную отмечаем. А это пришел маленький купидончик. Пускает стрелы любви в честь 15-летия нашей свадьбы. Ой, Данил. Купидончик. Стоп. Сюда, купидончик. Лоблю. Давайте лечить купидончика. Подожди купидончика сразу. Мя. 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 Я купидончик. Так. Видите, какой ты, буран, да, Донка? Дей, понимаете? Вау, виран, виран, виран. Я тоже не знаю. Вау. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Ну, таким вот образом скромно, дома, без каких-то шумных празднеств, ресторанов, собирания друзей, гостей. Мы все это отметили просто за ужином. Ну, вышло тоже неплохо. Таким вот был этот день, 22 октября 2020 года и наши 15 лет семейной жизни. Всего вам доброго, до новых встреч. Впереди у меня, кстати, в следующих выпусках будет еще две позитивные новости, очень интересные. Я их решил не сливать в один блог, а одним выпуском. Решил сделать три выпуска, включая этот. Поэтому дальше пока у меня позитив, постепенно возвращаюсь к жизни. Пока-пока.